Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню у милой хозяйки! Сегодня ничего нового, но получается настолько вкусно, что дети сказали обязательно отснять и напомните вам. Возможно, вы не знаете, что сегодня приготовить на обед. Вот такой замечательный вариант. Картошка-гармошка с начинкой, с мясными пальчиками, рулетиками. Получается очень вкусно! Сегодня у меня на кухне муж. Он готовит это блюдо. Картофель крупный берёт, почистил его, помыл, естественно. Он надрезает его не до конца, так, чтобы картошечка раскрылась в форме гармошки. И дальше любая начинка. Вот он, например, туда кладёт кусочки сала. Кстати, это сало готовила я, и рецепт его есть на канале. Очень вкусное, мягкое, ароматное сало. Ссылочку оставлю в описании. Специи любые, всё, что хотите. Можно также кусочки тоненькой ветчины, лук. В общем, вариаций множество. Но мы обычно кладём сало, потому что вот именно оно когда топится, картошечка вся такая получается сочная, очень вкусная. Кладёт его на пергамент, на противень. И ещё готовит к картофелю мясные пальчики, рулетики. Вот как угодно они называются. Тоже он отбивает кусочки мяса. Не обязательно даже биточные. Это, например, задняя часть. Любимые специями замариновал. Мясо постояло примерно 20-30 минут. И далее кусочки лука, плавленого сыра, тоже сало, ветчина. Что угодно заворачивает в эти мясные части. И получаются вот такие симпатичные пальчики, мы их называем, либо рулетики. Раскладывает между картофелем. Не используем никакого масла, ничего, так как в картофеле достаточно много сала. Оно растопится и будет очень вкусно. И обязательно лук, потому что мой муж считает, что лука много не бывает. Кольца лука он раскладывает между картофелем. Всё. Духовка разогрета на 180 градусов. Запекаем минимум полтора часа. Плотно упаковывает сверху отрезком пергамента. И в горячую духовку. В процессе выпекания где-то через час раскрываем картофель. Так, чтобы он зарумянился, пробуем на готовность. Ну, друзья, просто объедение. И сегодня воскресный день. Приготовьте, порадуйте себя, своих близких. Просто доступно и вкусно. Благодарю за просмотр. Желаю мира и добра. Пока!